ПЕСНЯ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Молодцы, Нахимовцы! Как он ловко! Сходу в левый угол под самую штангу! А мы, Левосев, не разделяем ваших восторгов по поводу Нахимовцев! Гол как гол! Наши тоже неплохо играют! Особенно Паша с Ищевым! Кто ж спорит? На что ж с напором играют, конечно! Нет, все равно нам уже не выиграть! Восемь минут осталось! За восемь минут можно выиграть, проиграть и еще раз выиграть! СМЕХ 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 Здравствуйте, СМЕХ Здравствуйте, здравствуйте, ребята! Здравствуйте, Василий Никонович! Приехал с домом! Садись! Рассказывай, привез? Привез! Хе-хе-хе! По глазам в гиру привез! Ах! Сейчас сам опять гол забьют! Ай, ты костер! Молодец! Смотрите, Паша пошел! Веди, веди, Паша! Веди, веди, Паша! СмЕХ 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 Давай, давай, Паша, давай! СмЕХ Ой, Паша, ну! Хоть бы уныл! Веди, дядя Вася! Ножа по штангу и в самый угол! О, Ва! Вижу, вижу! Каверзная девчонка! Еще вы в один! Спокойно, спокойно, ради этого! Не могу, товарищ Васов, болею! Ну, ты болей только потише! Главный директор приехал! Синедиректор приехал! Где? Вон он! Рядом с дядей Вася сидит! Вон! Иди, иди, Паша, иди ему! Чесноков! Хватит водить! Передавай мне! Денег! Что это? В последние минуты идут! Что ты Чеснокова не знаешь? На публику играешь! Бей поворотом! Поворотом бей! Чесноков, мы с вами вместе серьёзно поговорим. Он видишь, видишь, с собой любуется. Забываетесь, что в общем деле участвует? Есть, есть у нас! Ну что Паша сделал? Зачем он Чеснокову мяч отдал? Конечно зря! Сеня всю игру сорвал! Да что там Сеня? Пашу куда смотрел? Он же по правилам! Да какие там правила, когда мы выиграть могли? А всё Пашин характер! Вот и проиграли из-за его правил! Ну как проиграли, Маруся? Ведь ничья же! Да ничья же ничего не значит! Мы победу проиграли! Зря время тратите, товарищ Марс! Все как одна! Деталь пустяковая! Где вот такие скушки? Другое дело, когда начнём станки, там будет где развернуться! Себя показать! Как стоите? Какой здесь должен быть диаметр? 22,7! А у вас? Как же это у меня получилось? Возьмите новые заготовки и сделайте всё точно по чертежу! Тринь! 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 Хорошо сейчас. Можете приступать к следующей операции. Поняла? Поняла, Василий Миконорыч. Дядя Васильевна, а зачем нас директор вызывает? Придет время, узнаем. Дядя Вась, а вы с нами будете? С вами, с вами. Только прошу я тебя, Марусь, не выскакивает, как всегда. Ты дослушай до конца, что Семен Ильич скажет. Ты на меня почаще шпаглядывай. Как за усы возьмусь? Так. Семен Ильич, можно? Пожалуйста, пожалуйста. Как интересно. Недаром Семен Ильич ездил в Москву. Вертикально сверлильный станок. И скоростной. Не станок, а модель станка. И без тебя верить, что модель. Совершенно новой конструкции. Да, новая. Результат творческого содружества, науки и производства. Станок придумали стахановцы-скоростники. Научно-исследовательский институт помог осуществить их замысел. А нам с вами. Государство поручило изготовить десять таких станков первой серии. Нам! В нашем училище. Мы будем выполнять государственный заказ. Да, Родникова, будем выполнять государственный заказ. Большая честь училища. А не споткнемся? Зачем спотыкать? Разве мы с вами не научились работать? Зря ты, Сеня. Конечно, научились, Семен Ильич. Не подведем. Еще на отлично задим. Вот и мы так думаем. Тем более, что ответственные детали к станкам для нас делают на заводе. Как на заводе? Что вы хотите сказать сейчас? Василий Николаевич правильно говорит. Этот заказ – большая честь училищу. Но какая же это честь, если самое главное за нас сделают другие? Нет, мы просим доверить нам государственный заказ полностью. Понимаете ли, ребята, дело-то уж очень ответственное. Здесь нужна высокая культура труда, большой опыт. Это и хорошо. Нет, дядя Вася, я все-таки скажу. Семен Ильич, вы же сами говорите, что мы научились работать. Ой, нет, правда. Какая же это работа без полного доверия? Мы так стараться будем. Что-то старайтесь, Ильич. Скажите им завтра, чтобы нам заказ вес дали. Полностью. Ребята, ребята. Без вас, без вас все сделается. Так ты на где там всегда наличие отношения выйдешь? Ну что, вся жизнь остановилась? Идите, видите, ребятки. Идите отдыхать. Вечером все узнаем. Вечером стал, не хочу заказы, Выправка ливого вода. Что ты над речкой видишь из руки, Что ты молчишь в море, Что ты молчишь в море, Что ты молчишь в море... Ты куда собираешься, Паша? По реке пройти. Мотор после ремонта проверить надо. А ты почему не с ребятами? Опоздала, обед дома готовила. Ага. Возьми меня с собой. Садись. Ты в училище заходила? Заходила. Семен Ильич не вернулся? Не видела. Только я за руль, а? Справишься. На большой скорости пойдем. Хотя папа мой токарь, но я прирожденный капитан дальнего плавания. Ну, садись. Ты сегодня хорошо говорила у директора. Я даже удивилась. Слушай, я плохо говорю всегда, что ли? Не то, что плохо, а осторожно, осторожно. Сто раз оглянешься, а тут вдруг встал и дайте нам заказ полностью. Даже не похоже на тебя. Осторожнее. Вот-вот, осторожнее. У тебя всегда заказ. Хорошо, Паша, прибавил скорости? Зачем? Мы обойдем пароход и проскочим его под самым носом. Ты с ума сошла? Боишься? Сыне кисти, слады, судьи следашем. Сдался! Сдался! Не сдался. А знаешь, как это называется? Опять скажешь лихачество. Ужим! Уликарство! А какие возьмем обязательства на новом заказе, ребята, а? Я предлагаю... Да погоди ты с обязательствами. Вот доверят нам из всего заказа одни шпинтики-довинтики. Я предлагаю такие. Быть дисциплинированным. Выполнять все указания мастера. В работе точно следовать чертежу. А чемпить? Только в накладку и с ватрушками. Почему этот смех? Засмеешься тут с тобой, Сенечка. Нельзя брать обязательства на то, что ты и так обязан сделать. Соображать надо, голубка. Ребята, слушайте. Тихо. Да тихо вы. Ребята, заказ наш. Полностью. Да ну, разрешили. Раздеть. А не сочиняюсь, воробей. Вот публика. Не верь. Спросите у Паши. Паша, верно. Что сказал? Семен Ильич, он только еще из управления трудовых резервов. Дорова. Значит, доверили. А ты говорил, шпинтики-довинтики. Ну ладно, ладно. Да чего ж красиво получается, ребята, а? Мы с передовыми рабочими в одном ряду. А как работать? Что значит как? Здорово работать нужно. На заводе по рабочим нормам работает, а мы по ученическим. Рабочий, скажем, восемь деталей в день делает, а мы две. Вот так в одном ряду. Так чего же ты хочешь? Чтобы и мы, как рабочие, по таким же нормам. Это, Суши, совсем без брака работать придется. У нее вот стоечка. А ты как думал? Я, Суши, так и думал. Перейти на рабочие нормы. А ведь это, ребята, мысли. Лёля, Лёля, слушай, не перебивай. Я тут кое-что придумала. Да подожди, не перебивай. Паша нас, конечно, не поддержит. У него просто слелости не хватит. Опять скажет лихачество, ну и пусть. Зато мы... Да ты что смеешься? Ой, там вы, Аграфена Петровна. Извините, я просто вашего голоса не узнала. Позовите Лёню. Пит, Аграфена Петровна, разбудите, пожалуйста. Очень важное дело. Только папе, вы ему не говорите, что я так поздно звонила. А то он сервиться будет. Ой, папа, я тебя разбудила. Я сейчас пойду и лягу. Лёля? Спокойной ночи, Лёля. Ты на каких скоростях сейчас работаешь? 80-100. А собираешься? 600 и выше. Сразу? Сразу. Понятно. Иди спать. Ой, папа, я сейчас тебе всё объясню. Всё ясно, иди, иди, иди. Завтра потолкуем. И вот мы думали, думали, всю ночь не спали, Василий Николаевич. Всё передумали. Погоди. И решили. Раз заказ государственный, значит, и работать надо. По государственному хочешь сказать? Да, правильно. С головой надо работать. Вот, дядя Васильевич, вы нас поддержите. В чём? Мы на заказ сложим всё. Все силы, чтобы стать в один ряд с передовыми рабочими. А кто же вам мешает? Нормы. Ученические нормы. Василий Николаевич, переведите нас на нормы взрослых рабочих. Правильно. Поймите нас, дядь Вася. Мы уже не маленькие. Да и не очень ещё большие. А понимать, я вас очень хорошо понимаю. Я ведь в ваши годы сам такой был. Душа-то по молодости. Кипучая, жадная. Кажется, дали только волю. Всё смогу, всё сделаю. Но поймите, вы, дорогие друзья, что от хотения до умения шаг большой. Вот вчера один ученик, я честно, кого я имею в виду, испортил деталь. А почему испортил? А ему, видите, уже скучно учебные задания выполнять. О, как же. Готовый мастер. И сегодня-завтра на государственный заказ становится. Что же, это из одного чеснокова? Да не только одного чеснокова. А и другие такие и найдут. А мечта у вас хорошая. Высокая мечта. Придёт время. Долго ждать. Когда она ещё придёт? Поверьте нам, Васильник Инорич, не срамимся, справимся. Конечно, справимся. Марк училище не уронил. Всё сможем, только подержите. Верю, верю вам, ребята. Только к этому вопросу надо подойти без горячки. По-деловому. Вот на обработку этого шпинделя по ученическим нормам положено... Двенадцать часов. Двенадцать. По рабочим шесть. Шесть. Вот вы и скажите. Сможете вы обработать его за шесть часов, как рабочий? Только вы не торопитесь. Обдумайте. Знайте цену рабочему слову. Разрешите? Что ж, можно? Как, Паша? Конечно, можно. Сразу не решишь. Нужно подумать, просчитать, составить технологическую карту. Да. Портком. Иду. Вот мы отложим наш разговор. Пока рассчитаете. Угу. А вы подумайте, как следует. Ты нам, Паша, все дело провалил. Подумаю, рассчитаю, подсчитаю. Ведь ты можешь. Зачем так говоришь? Характер. Теперь сиди, ведь в госучениках. Пошли, ребята, к директору. Он же сам сказал, что мы научились работать. Правильно, пошли. Пошли. К товарищу директору можно? Он за тебя. А вы зачем здесь? По делу. Дядя Вася не вышла? Здесь выйдет. Мы к вам с Людомичем. У нас целый ряд предложений. И у нас тоже. А почему вы не в классе? Простите. Иду. Держи, дядя, иду. Ничего не получилось. Я разрешаю. А что он сказал? Он вас принял. Ужасно. Ужасно. Надо прямо сказать. Не сумели. Не хотел с нами разговаривать? Напишем, пусть читает. Конечно. Напиши. Группа. Ставь. На занятии спецтехнологии присутствует пятая группа. Отсутствующих нет, докладывает дежурная Воронова. Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь. Продолжим наш урок о скоростном резании. Продолжим наш урок о скоростном резании. Запишите. Чтобы работать на большой скорости, нужно хорошо знать возможности станка и резца. Подчеркните. Для данной детали лаборатория резания установила следующий режим. Запишите. Скорость резания 135 метров в минуту. Число оборотов определяется из основной формулы скорости резания. В равно π, умноженное на d и на n, деленное на 1000 метров в минуту. Родникова, идите к доске и напишите формулу, о которой я сейчас говорю. Родникова, идите к доске и напишите. Отсюда определим число оборотов в минуту. Число оборотов n равно скорость резания, умноженной на 1000, деленной на π, умноженной на d, диаметр изделия. Хорошо, идите на место. Всем стать скоростниками и сейчас же. Смелая мысль. Не додумано только. Надо помочь вам додумать. Вот, ну-ка, да. Время до сетта и сама câmera-п, умноженной на улицу. Время до сетта и найду отiels. Почему-то Felipe百合skine. На второй тоже говорю. Как говорится,issez-те. Не дождь,trю-те. Сегодняшень не зависит. Дождь construir. Что он делает? Не понимаю. Почему ты выключил? Наверное, что-то испортилось. Деталь готова. Уже? Когда же он успел? Деталь простая. Трехступенчатый валик. Моя задача скорость, точность и частота отделки. До одной сотой миллиметра. Вот это точность. Скорость-то. Скорость какая? Раз и готово. Ребята, мы увидели замечательную работу тока раскрасника Григория Петровича Панченко, который показал нам сегодня свое искусство, свои рабочие приемы. Скажем ему спасибо за науку. Может, кто хочет повторить? Можно мне? Я хочу. Ло-хо-хо-хо-хо-хо! Продолжение следует... 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 Ну, заказ надо выполнить так, чтобы у каждого рабочего, который встанет за наш станок, стало светло на душе. И чтобы он сказал о вас. Вот это действительно пополнение, с которым можно шагать все дальше и дальше до самой главной и окончательной победы. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Смотри, Василий Никонорович, и те ребята, да и те. Волнует Семенович. Рабочую гордость почувствовали. ПОДПИШИТ КОНЕЦ 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 Паша? А почему ты с гор не катаешься? Я больше по-ровному. На выносливую странируюсь. А с гор хорошо. Летишь, как птица. Дух захватывает. Хорошо. Паша, я хочу тебе что-то сказать. Слушай, давай соревноваться. На лыжах? Нет, не на лыжах. В работе. Тебе со мной не интересно. Ты же впереди всех нас. Ну и что? Вот я и хочу соревноваться с тобой. Подтянуть тебя? Разве нельзя? Подтянуть? Можно, конечно. Подумаем. Подумай, подумай. А разные мы с тобой, Паша. Вот ты все по-ровному ходишь. Любишь тихонько, да не торопят. Другое дело по горам, через овраги, кочки. А ты сама-то сумеешь через овраги, да кочки? А вот попробуй догонить. Алис! 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 Ушиблась? Давай руку. Ты ведь тебя справлюсь. Ты не подумай что-нибудь такое. Просто не заметила бугорка, ну и... Я ничего и не думаю. Со всяким может случиться. А на соревнования я тебя все-таки вызываю. Субтитры сделал DimaTorzok Раньше это отверстие мы сверлили и растачивали. А я сверлю сразу под размер без расточки. Сократила целую операцию. Так. А еще? А когда оттачиваю этот диаметр, тем же резцом его и подрезаю. Хорошо. Теперь вся наша группа так будет работать. Правильно. Будем так делать и мы. Большое спасибо. Пожалуйста. А инструмент должен всегда лежать на своем месте. Большое спасибо. Пожалуйста. Городищев, Безуглый, Павленко, Балашов, Сычев, Родникова, Глебова, Горонова, Косичкина, Потапова за перевыполнение ученических норм выработки переводится на нормы рабочих третьего разряда. Поздравляю. Спасибо. За отличные показатели по теоретическим и производственным дисциплинам за первую четверть учебного года переходящее красное знамя училища присуждается пятой группе топорей. под знамя «Смирно». Поздравляю. Акчаса. Акчаса. КОНЕЦ 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 Тебе весело, Паша? А тебе? Мне очень весело. Будем весь вечер вместе, хорошо? Только пославим всё время танцевать, согласен? Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! А вы сами, товарищ Мастер, почему не танцуете? Тут и без меня негде яблоко упасть, товарищ Дедушка Мороз. Деда Ватя, а вы раньше когда-нибудь танцевали? Приходилось. А почему сейчас не танцуете? Разучились? Разучился. 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 Дедушка Мороз. Ах, выходи. Ну что же вы, ребята? Выходи, выходи. Пара, показывай свою удаль. Паша, идем? Ну что ты, Мороз, и куда? Идем, идем, ты же обещал. Нет, не могу я. Хотя подождите, ребята, ведь ему нужно подумать, подсчитать, рассчитать, на танец технологическую карту составить. Идем, Зина, идемте, девочки. КОНЕЦ 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 Юра, ты Паша не видел? Ушел. Надел шинель и ушел. Спасибо. КОНЕЦ Здесь дяденьки не катаются. Простите, пожалуйста, я больше не буду. Кто ты? Интересно. Что интересно? Как это ты сумел меня обогнать? Очень просто. Операции я делаю столько же, сколько и ты. Но я еще экономлю время. На чем? Ты перед работой сколько рисов затачиваешь? Один. А я два, а то и больше. Один в работу, другие в запас, чтобы не отходить от станка, понимаешь? А еще? У тебя инструмент как лежит? Как попало. Начнешь искать, время уходит. Ну? А у меня вот он. Каждый резец ключ на своем месте. Беру не глядя. Инструмент не ищу. Зря времени не трачу. Этим я тебя и обогнал. Этим? Экономить время на сокращение рабочих операций. Это я еще понимаю. Но собирать его вот по таким секундам. Здесь секунда, там секунда. Вот тебе и время. Нет, это все-таки ужасно. Что ужасно? Ну что на такой чепухе обогнать можно? Дядя Вася говорит, что токарю нужна душа. А у меня душа вот какая. А что в этой душе-то? Скажите. Скажи. Я хочу скорее на завод, пап. С тобой рядом встать. И пустить станок на самую-самую большую скорость. Мне даже сниться это. Как тут народ живет? Дядя Вася, я все продумала. Вот эти детали я буду обрабатывать сразу на двух танках. Ну-ну-ну, уж сразу на двух. Пусть тогда попробует Паша за мной угнаться. Сколько раз я тебе говорила, Маруся, сожми ты свою душу. Сожми. Ты пробовала, дядя Вася? Ну? Не сжимайся, да. А вот такая беспокойная. Кого? Я ведь помню, каким ты ко мне пришел. Такой же шустрый. Неугомонный мальчишка был. Правый? Мальчишка. Дядя Вася, а сколько же лет вы сами работаете? В феврале полвека стукнет. Пятьдесят лет? Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Хитрый. Что это можно ждать? Девчата просто нас разыграли. Да зачем же они нас разыграли? Сказали по важному делу. А сами не пришли. Я же родникова. Пошли на каток, а? Пошли. Пойдем. Ой, мальчики. Извините. Мы так спешили. Чизбили стояга и не сбили с ног. Договорите, зачем вызывали? Дело, ребята, такое. Только пока между нами. Что случилось? Нашему дяде Васе скоро 50 лет. Да ну. 65, 65. Так это всему дяде Васе 65, а мастеру 50. Он встал за токарный станок в феврале 1902 года. Ой, как давно, еще до Октябрьской революции. Не до Октябрьской, еще до 1905 года. И вот мы, молодое пополнение рабочего класса, должны отметить этот день. Конечно. Ведь Василий Никонорович наш учитель. Обязательно. Предлагаю выпустить специальный номер газеты. Паркетом, статьями, пожеланиями. Правильно. Правильно. Ребята, надо купить очень хороший подарок. Тоже верно? Купить неинтересно. Сделать самим. Своими руками. Вот это правильно, Паша. Так и сделаем. А еще мы с девочками решили. Весь день 50-летия дяди Васи, его юбилей. Работать не обращаясь к кладовую. На том материале, который мы накопили, перейдя на рабочие нормы. Работать по методу Корабельниковой и Муштуковой. Вот это наш почет мастеру. Почет трудом. Хорошо. Поздравляю, желаю долгих лет жизни. Ваш ученик Бугров. Откуда? Из Улан-Удэ. Дорогой Василий Никонорыч, примите привет и поздравления с Дальнего Востока. Дорогие детки мои, спасибо вам. Порадовали. Большое спасибо. Ну, будем работать дальше. Отстаем, а? Вот они, наши победители, стоят. Ничего, Василий Никонорыч. Мы их догоним. Смотрите, как бы не пришлось мне свой юбилей отложить. А? Смотрите, как бы не было. Отлично. После обеда получите новые задания. Пошли, Марути. Идите, девочки, я сейчас. Ну, пошли. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 А там увидим, как дальше быть. Какой он симпатичный. Обязательно к чему-нибудь ты потерялся. Субтитры сделал DimaTorzok Там мои шестерёнки, мои ролики. Спасибо. Отличная работа. Ой, какой он симпатичный. От лица Министерства трудовых резервов благодарю вас. Отлично выполнили заказ. Особое спасибо за станок, который вы сделали сверх плана. Завтра завод откроет перед вами свои двери. Ваша практика на заводе – это ваш экзамен на аттестат зрелости рабочего. Не сомневаясь, что вы сдадите его хорошо. Сделанные вами станки всё рассказали мне о вас. О вашем умении работать, о вашей любви к труду. Желаю вам успеха, друзья мои. Отчего ты ушла, Марусь? А я не обязана перед тобой отчитываться. Семен Ильич вел тебе вернуться. Не пойду я. Не пойдёшь? Это почему? Вот оно что. Значит, своё тебе важней. Я-то думал, ты сильная, с характером. А ты... А ты просто девчонка. Ну и пусть, девчонка! А сюда я больше не вернусь! Мы идём в другое училище! Ну и уходи! А на Пашу обижаться не надо. Он хотел тебе по-товарищески помочь. Только у него неумело это получилось. Уже лечился. А с кем не бывает. Конечно, ты можешь идти в другое училище, если тебе трудно у нас. Хотя я тебя очень ценю, Марусин, но удерживать не стану. Ты девушка самостоятельная и сама можешь решать такие вопросы. Подумай хорошенько. Откровенно сказать, я бы не смог уйти от товарищей, с которыми столько прожил, сдружился. Я бы всесторонне этот шаг продумал. Ну, а ты как знаешь. Что, так волнуешься? Скорей бы, дядя Вася. Ага, ничего-ничего, сейчас пойдём. Не сердимся. Горят, ребята, не удержать. Ой, девочки, не могу. Ну, что ты, ойкаешь? Мы все так переживаем за Марусю. Ожи. А ойкать не имеет смысла. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Не знаю. Приходи поскорее. Постараюсь. Ой, опаздываю. Ну, до свидания, Паша. До свидания. Хороший ты парень, Паша. Честное слово. Замечательный. Паша. А? Ты что тут? Я? Я в дом техники на кружок. Паша. Маруся пришла. Да? Ой. Здравствуй, Маруся. Здравствуй, Саша. Пришла. Наконец-то. Маруся. Здравствуй, Паша. Здравствуй, Маруся. Ой. Пришла. Ну, как вы здесь? Ну, стойте, стойте, ребята. Они в старт. Маруся. На этом станке будешь работать. Здравствуй, Маруся. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Вот твоя дипломная работа. Товарищ Родникова заслуживает присвоение 5-го разряда по специальности токаря. Начальник цеха стажаров, старший мастер Дергунов, мастер производственного обучения Титов. Прекрасная работа. Скажите, товарищ Родникова, кто первый проложил путь к советскому скоростному резанию металлов? Дмитрий Иванович Менделеев. Каким образом? Он же был химик. Скоростное резание невозможно без резцов и твердых славов. А их свойства открыло и изучил великый русский химик Менделеев. Скажите, что вам дало ремесленное училище? Ремесленное училище мне все дало. И не только мне, нам всем открыло путь к знаниям, дало образование. Воспитало в нас чувство гордости и любви к своей профессии. И где бы вы хотели работать? Там, где больше принесу пользу Родине. Ну что ж, Мария Константиновна, поздравляем вас с успешным окончанием училища. Желаю вам быть в первых рядах новаторов производства. Спасибо. Спасибо вам, дядя Вася. Спасибо за все. Ну что такое? Научил работать. Ну все. Нет, дядя Вася, вы нас всему научили. И обещаю вам, где бы я ни работала, везде люди скажут, это ученица Василия Николаевича Дергунова. Ваша ученица, дядя Вася. Вот. Пожалуйста. Это вам. Ну что ты, Маруша, ну... Возьмите, возьмите. Спасибо. Счастливого пути. Спасибо. Завидую я всем вам, Паша. Прямо со школьной скамьи и на такое строительство едете. Не всякому такое счастье бывает. Устроишься, напиши. Непременно, Виктор Михайлович. Устроишься, напиши. Звучит песня. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ